Глава Раменского городского округа продолжил рабочие визиты по поселениям. В этот раз Виктор Неволин посетил территориальное управление Кузнецовское. Одной из целей визита стала Юровская амбулатория. В этом медицинском учреждении накопился ряд проблем, на которые жалуются местные жители. Этого процедурного, нет у этого лаборатории, нет детского врача. Нет такого врача у нас, приходящего врач с комбикормом Алиева. У нас ничего нет, и хотят еще закрыть ее. Как нам жить дальше? Вот вы представляете, у нас очень много пожилых людей. Медицинские работники обращают внимание на то, что помещению необходим ремонт. Свет там... Ну, в общем, афет мы вели были менее давно, видите? Полы, смотрите, проваливаются. Стоит, может проваливаться. Понимаете? И все вот такое, вот здесь все, шатка. Также в амбулатории есть проблемы с теплом. Глава Раменского городского округа считает, что этот вопрос можно решить. Зимой может быть холодно, но на входе, именно на входе, все батареи закрыты экранами, которые... А здесь положено по технике безопасности. Нет, у вас по технике безопасности можно ставить радиатор, эти решетчатые экраны, решетчатые. А кто эти нам это будет сделать? Нет, но если холодно, то надо как-то ситуацию решать. Во-первых, надо окна. Окна у нас некоторые даже не закрыты. Они вот так просто прикрыты и все. Понятно. Смотрите, первое, что мы можем... Окна мы можем сейчас поменять? Нет. Если будет ремонт, капитальный ремонт, то это замена и окон, правильно? Значит, мы тогда ждем. Что ждем? Включение в программу. Ждем в тепле или в холоде? В холоде. Почему? Потому что у нас экранами все закрыты. Снимаем эти экраны, ставим решетчатые экраны. Давайте мы поможем решетчатые экраны. И ждем в тепле. Местные жители и сотрудники амбулатории надеются, что после визита главы Раменского городского округа проблемы будут решены. Проблема, ну как, амбулатория традиционная. Где-то ремонт требуется, включение в программу. Наша задача, действительно, включить в программу эту амбулаторию, чтобы там провести ремонт. И в амбулатории нет специалистов, нет физиотерапии, да, где, в общем-то, сейчас, правда, один из работников будет проходить обучение. В октябре там эти процедуры уже можно будет открыть. Дополнительно требуется терапевт. Мы уже поговорили об этом, сейчас будем прорабатывать этот вопрос. Вопрос с анализами, чтобы приезжать. Детям, например, взрослые могут куда-то доехать, а детям брать анализы, опять же, не очень удобно. Возить детей далеко в Раменске неудобно. Ну и ряд других вопросов. Рабочие будем прорабатывать. Игорь Чернышев и Сергей Дружинин для программы Градские вести.